Друзья, здравствуйте, тут Наоми поспала, проснулась малышка, Несси испачкалась, Наоми, моя маленькая девочка, привет. Сейчас, скажи, выспалась, теперь можно... Нет, 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 Наоми, я надеюсь, ты не по делам же пошла, правильно? Скажи, ну нет. Нет, вот, друзья, просто Наоми спала, ну, буквально там, наверное, часа 3-4, все, Несси уже соскучилась, испачкалась, она, видите, у нее там затылок грязный, а Наоми проснулась и готова радовать нас с вами. Несси пошла доедать там вкусняшки у Наоми, которые не доедены ею. Вот, дорогие друзья, очень, вот, и подтягивается, подтягивается, только проснулась малышка. Друзья, очень много вопросов вы задаете по поводу собачки нашего спасенного песика Пети, да? Хочу вам ответить то, что, ну, я не могу сказать, что с Пети все хорошо, да, потому что как минимум он получает химиотерапию, вот, но все же он жив. Несси, ну, ты там прям выедаешь невыедаемое, там ничего такого уже нет. Все, да, да. Вот, не могу сказать, что с Петей прям все суперкруто и все офигенно, но все же Петя жив, и я думаю, что через там ролик, через два я засниму обязательно для вас и покажу вам его. Поэтому, друзья, напишите, пожалуйста, хотели бы вы видеть Петю. Я понимаю, что несколько человек там, ну, не так много, да, пишут, как Петя, чего Петя, но в целом большинство за или против, да, как хочется знать ваше мнение в целом, как нашей большой-большой команды. Петя говорит, некрасивый здесь ваш плед, и надо его собрать. Она еще, она, ну, только-только проснулась, она, видите, еще зевает, там что-то, взгляд такой замедленный. Друзья, кстати, вот по поводу Несси, да, вот она научилась ходить на пеленку. Это хорошо, потому что здесь лежит пеленка, и в другой части квартиры лежит одна пеленка. В принципе, ну, молодец, не промахивается, и умничка. Я для чего, собственно, этот ролик сегодня снимаю? Для того, чтобы вам показать, у Наоми сегодня будет такой, что она такое, львы? У Наоми будет сегодня такой важный день, она будет сегодня кушать впервые мясо на кости, вы представляете? Мы дошли до того момента, когда она может употреблять не то, что кости, но хотя бы мясо, где присутствуют кости, чтобы, допустим, выгрызать. Сегодня она будет кушать, это называется, голень индейки, получается, потому что ей нужно учиться выгрызать мясо с кости. И очень многие из вас спрашивали, как Наоми переварила мяско, которое было кусковое. Я действительно как-то пропустил момент, связанный с тем, чтобы вам ответить и рассказать в отдельном видео, как Наоми переварила. Но, знаете, неплохо, неплохо. Конечно, есть чуть-чуть определенные моменты, связанные с спецификой переваривания еды Наоми. Но, в целом, никакой закупорки, никакой ужасной рвоты не было. Вот, так что, друзья, на этот вопрос, надеюсь, что ответил. А сегодня будет пытаться кушать мясо на кости. Кстати, друзья, хотел бы вам показать, что у Наоми еще появилась такая вот игрушка. Я думаю, что вы помните, как она боялась бегемот, по-моему, там был. На свиней, а бегемот, который звуки издавал. А здесь, представляете, вот эта вот курица. Она сечет ее прям за этот, за лапы, прям вот тягает ее и тягает. Она сейчас разозлится и пойдет тебе говорить, что не надо так поступать, а ты будешь потом грустить. Сама, видите, пристает к ней. Вот, поэтому, друзья, у нее такая вот новая игрушка. Там еще, видите, такие небольшие. А, кстати, да, вот. Суть в том, что как пожила собака дома. То есть, сколько кошек больших было, ничего страшного. Одна собака, все. Порваны обои, отъедены плентуса и тому подобное. Но ничего, бывает. Беги. Давай, давай, давай. Так, дорогие наши друзья. Решил сделать такую вставку, где показать то, что у Наоми перестала бояться определенные звуки. Видите, уже стало хоть чуть-чуть, но все же играть с такими игрушками. Итак, друзья, мы потихоньку начинаем. Ого, Наоми. Так, держи себя в руках. Давай, слезай. Вкусно кушать надо будет. Наомичка. Смотри, как вкусно. Скажи, что за мясо? Что за мясо здесь? Давай, спускайся. Теперь, как залезла, давай, пожалуйста, спускаемся. Аккуратненько. Аккуратненько. Там у нас все так же львы. Давай, давай, давай. Все, сползла. Наоми, давай, давай. Давай, заходи. Да, друзья, сейчас такой радостный момент. Давай, заходи, заходи. Вот мясо, вот Наоми. Довольно-таки радостный момент, потому что малышка крепчает. Смотрите-ка. Друзья, ну, в принципе, мне в целом нравится. Наоми помогает избавиться. Ой, Несси. Несси помогает избавиться Наоми от бортиков лежака, как вы видите. Вот. Ну, смотрите. Наоми в целом интересуется. Это хорошо, потому что, друзья, конечно, за такое долгое время могло произойти так, что Наоми просто не заинтересовалась бы этой пищей. И она сказала бы, я это никогда не ела. Я не помню такое. Это все было ложь и неправда. Или вообще, может, она реально никогда это не ела. Вот. И отказалась бы от этого. Но, смотрите-ка. Кстати, она и выгрызает как бы неплохо. Видите? Наоми, ну, нам бы как-нибудь с тобой подглядеть бы. Скажи, это вам надо. Мне ничего не надо. Так же, дорогие друзья. Представляете, да? Сколько? Три месяца назад или сколько там она к нам приехала? А сейчас уже ребенок, который впервые взял... А, тебе надо вот так вот лечь по-другому. Ну, конечно же, ложись. А сейчас, представьте, ребенок впервые взял мясо на кости. Даже, возможно, она сгрызет вот эти вот суставы. Это не страшно. Вот. Ну, а моя цель и план на сегодня... Конечно же, она там за 10 минут не съест эту ножку, потому что, ну, как бы, знаете... Столько не ела, столько времени кушала фарш. Ну, а тут бабац за один... За первый прием научиться за 10 минут съедать мясо. Ну, как-то странно. Поэтому сегодня весь вечер я буду здесь... Смотрите, на меня не реагирует, все нормально. А Аднеси охраняет мясо. Хотя фарш не охраняет так сильно. Ну, так вот. Сегодня мне весь вечер нужно будет сидеть, следить, чтобы она не начала есть кости. Суставы можно будет сгрызть. Так же, дорогие наши друзья, представляете? Такой радостный сегодня момент. Наоми спустя... Я, правда, не помню, сколько она у нас уже... начинает кушать что-то более серьезное, чем фарш. Да, друзья, вот это вот, конечно, наша с вами любовная любовь. Я знаю, как много людей за нее переживают. А еще больше людей ее любят. Это, конечно, не может не радовать. Посмотрите, как она старается. Не трогает Аднеси ничего. Посмотрите, как она старается, как она выгрызает. Конечно, это для челюстей лучше. Кто-то спрашивал, по-моему, да, из вас, насчет того, что не связано ли это с тем, что у нее недокус, с тем, что она не ела. Ну, там, допустим, достаточное количество костей. Друзья, ну, как бы, нет, это не связано. Это все-таки больше предрасположенность генетическая. Либо это есть, либо нет. Если котенок такой родился, то, знаете, не получится так, что а просто вот мы там дали ей косточек побольше и трикус выровнялся. Нет. Умничка наша девочка. Суставы все-таки грызем. Ну, как я и полагал, потому что суставы, конечно, вкусно. Суставы – это полезно, самое главное. Давай, давай, разжевывай. Девочка наша хорошая. О! Представляете, дорогие наши друзья, да? Ребенок, который приехал, просто ходил в туалет кусками каких-то иголок, как будто, да? Вот этот вот мелкий костный фарш куриный. А сейчас, спустя долгое-долгое лечение, нормализацию пищеварения, нормализации перистальтики, начала учиться жевать мяско. Так же, дорогие наши друзья, все, я больше не буду ее отвлекать. Я пойду сейчас кормить Несси. А вам я желаю хорошего вечера. До скорых встреч. И спасибо вам большое за то, что вы с нами. Я, наверное, примерно в миллиардный уже раз говорю это о том, что да, мы там не можем похвастаться миллионными, да, там, подписчиками и количеством человек на канале, но мы можем похвастаться душевностью на нашем канале, мы можем похвастаться тем, что у нас реально лучшие люди всегда готовые прийти на помощь. А это намного дороже, друзья, количество подписчиков. Главное, чтобы все было хорошо. Так же, дорогие наши друзья, я отключаюсь. Желаю вам еще раз хорошего вечера. Думаю, что сегодня такой получился очень радостный ролик, потому что Наоми учится кушать другую пищу, которая, конечно, более ей нужна, чем просто фарш. Все, друзья, отключаемся. И до скорых встреч. Продолжение следует...